Ни в малом овраге, ни в большом овраге мы телёнка не нашли, всё обошли. Грязняку забрели, к мукушеву роднику спустились воды, напились, чих только телят не встретили, а нашего белолобика и след простыл. Умаившись, мы попилились домой. Смотрим, белобобик в тени нашего пледня разлёгся. Мы быстренько распахнули ворота и с гиганьем загнали телёнка во двор. Старшая мать, хлопотавшая в летние пристройки, завидев нас, с телёнком рассыпалась в похвалах. Вот спасибо, деточка, совсем взрослый стал, есть ли мне теперь на кого опереться? Это не я, старшая мать, это телёнок уже взрослый стал. Выходят оба вы уже взрослые. Старшая мать этого мальчика Асхатом зовут, он телёнка помогал искать. И ему спасибо, выходят все вы трое уже большие. Спустись, сынок, в погреб, достань холодного котыка, попейте с гостем. С хлебом и хлеб тут. Ладно, мне пора, промямлил Асхат. Дома, наверное, яйца сварили. Заслышав это, старшая мать хитренько улыбнулась и с жаром принялась уговаривать его. Каждая пища своё место и для яйца место останется. По случаю гостя, в каждую чашку котыка по ложке сметаны добавь. Это она уже мне сказала. Дальше упрашивать Асхат не заставил. Мы уселись в прохладе под навесом и пустили в пляс наши ложки. Потом гость обрезал свою чашку и выложил мне новость. Про лепёшки то я, до вечи того, сбрехнул. Это так обманное слово. Чтобы голод отвести, про яйца тоже. Мы вторую уже неделю на одной затерухе сидим, и та раз в день. Отец из мечети не вылазит. Самый старший брат уехал в город и пропал. Вот мы с Ибраем и тащим всё хозяйство. От сестёр то какой толк?